Всем здравствуйте! Очередное видео у нас психологическое, для того, чтобы вы почувствовали себя в обычной повседневной жизни и рутине, которая была раньше. Снова увидите меня. Смотрите, сегодня мы поговорим о том, как преодолевать этот конфликт, когда мои родственники от меня отвернулись, или они не хотят меня слышать, или они меня не понимают, я не могу до них достучаться. У нас разные точки зрения, разная вообще полярность, и мы в один непонятный момент стали совершенно чужими друг другу людьми. Что мне делать и как вести себя в такой ситуации? Из-за моих взглядов, например, да, или моей позиции, или ситуации меня вычеркивают из своей жизни. Как на это реагировать? Первое, я вам точно могу сказать, ребят, не тратим никогда свою энергию и силы. Они не обязаны меняться от того, что ты им что-то будешь доказывать. Это не та ситуация, когда в споре рождается истина. Переделать кого-то или убедить в чём-то не получится, когда это какой-то острый момент или острая стадия непринятия. Что нужно делать? Если самому тебе не нравится позиция, ты её не разделяешь со своими родственниками, друзьями, какими-то людьми, коллегами, возможно, просто молча, без выяснения отношений, без вставления точки «я с тобой перестаю общаться» и высказывания какого-то мнения своего, очень правильно не вступать в диалог, не развязывать его, объяснять, ты никому чужому человеку свои мозги из коробочки не переставишь, правильно? И у каждого формируются свои взгляды на мнение ситуации, потому что у него свои страхи, на вас что-то повлияет, вы будете этого бояться, будете так думать. А у него страхи могли базовые быть другие с детства, и он по-другому будет эту же информацию воспринимать, испугать чего-то другого. Хотя вы могли увидеть одну общую информацию, и реакции поэтому будут разные, у вас будут разные взгляды на ситуацию. Так вот, если вы столкнулись с тем, что ваши взгляды не разделяют или конфликтуетесь с человеком, просто перестаньте с ним общаться, не оставляя за собой, скажем так, закрытую дверь. Не надо блокировать, просто отпишитесь, если это в соцсети, просто удалите, просто не звоните, просто не общайтесь. Понимаете, все то, что сейчас происходит, оно рано или поздно закончится. Вам нельзя рвать родственные связи. Друзья приходят и уходят, но кровь наша, наша родня, она у нас все равно остается, какой бы она ни была. Мы их тоже не выбираем, мы рождаемся в какой-то семье, да. Делайте просто выводы о людях, и понимайте, что да, вот такая критическая ситуация, вот этот важный момент, показал человеческое, скажем так, нутро, какое он есть. Примите так сведению. Но спину и у рта доказывать, что он не прав, или вы не разделяете его точку зрения, не нужно. Мы переживаем эмоции любые, и мы информируем, задать человека, информировать мир, что я думаю, что я чувствую, что в моей голове происходит. Вот моя точка зрения вот такая. Принимаешь ты ее или нет, это твои проблемы. Вы ответственности за это не несете, за то, что, например, кто-то не принял вашу точку зрения, или ее не разделят, это его дело. Оставляйте это с ним. Не доказывайте ему его неправоту. И не ведитесь на провокации, когда хотят доказывать вам. Уходите из разговора, из диалога, из общения с человеком. Понимаете, а когда, говори, началась вот эта тема активная, выскажи свою позицию, свою точку зрения, свое отношение, у людей формируются мнения, исходя из своих переживаний, из на самом деле страхов. То, что он боится, он в это и будет верить и защищать какие-то свои интересы. Ты боишься чего-то другого. Ты либо против себя только настроишь, либо примкнешь к кому-то, кто будет разделять твой интерес. Но зачем тебе это нужно? Задача не поругаться навсегда. Понимаете? Уходя из общения, оставляем открытую дверь. Нет у вас задачи переубедить кого-то. Если вам хочется выражать свою точку зрения, свою позицию, выражайте. Но не ждите, что ее будут принимать, или что ее не будут критиковать. Ваша задача просто сказать, просто заселить в голову человека зернышко, и все. Поэтому активно вступать в какие-то конфликты, дрязги, споры не надо. Вы, пока вы находитесь, вот вязнете в спорах, в конфликтах и ссорах, исход всегда плохой. Вы перестаете тотально общаться. Смотрите, как можно уйти из спора, из такого разговора? Очень просто. Хорошо, я выслушал твою точку зрения. Я останусь при своей. Например, она не повлияла на мою точку зрения. Я останусь при своей, а ты оставайся при своей. На этом наш диалог закончен. Ставьте эту точку вот таким образом. То есть я уважаю тебя. Ты имеешь право думать вот так. Я, в свою очередь, не отступаю. Ты не победил. Я не отступаю от своей точки зрения. Я остаюсь при ней. Но так как я тебя уважаю, я не навязываю тебе свои взгляды, свое мнение. Давай каждый останется при своем. Вот это самое правильное, самое такое травоядное решение таких моментов. Не вступать. Кто бы это ни был. Даже если это просто соседка, просто человек на кассе в магазине и все прочее. Да, тяжело контролировать свои эмоции. Тяжело не сойти на ненависть. На неприязнь, да. Но напоминаю, что пока мы ненавидим, пока мы злимся, мы теряем контроль себя. Мы не делаем ничего полезного. Ничего не производим. Мы стоим, топчем себя на месте. Мы не развиваемся. Мы просто выплескиваем свои эмоции. Если вы на негативе с пеной у рта будете кому-то доказывать свою позицию, вы никого не сможете убедить. Никто вас слушать не будет. Потому что люди видят в первую очередь вашу эмоцию, агрессию, если вы с пеной у рта это все делаете. Правильно? Какую бы мысль вы хорошую, благую не несли, ее никто не будет никогда вас принимать. Если вы хотите изменить мир и сделать что-то хорошее и полезное, то, пожалуйста, просто информируйте людей о своей позиции, о своей точке зрения, о своем взгляде, о своем отношении, а человек уже сам будет выбирать следовать ему вашей точки зрения за вами или нет, но просто сказав об этом нейтрально, спокойно, безэмоционально, как с плюсом, так и с минусом, кстати, вы уже сделали большую работу. Мысль озвучили в голову человека, услышавшему «она зашла». И она может дать росточек, и когда-то этот человек, например, разделит ваши взгляды. Помните об этом. Цель не переделать мир, это нереально, это не в силах одного человека. Моя цель и задача как человека просто информировать. Так вот, о родственниках, с которыми проблемы, с которыми нет понимания. Просто оставляем на время и не общаемся, не подключаем эмоцию, потому что легко сойти на негатив, на ненависть и разрыв отношений. Когда-то это все закончится, а вот отношения между людьми выстраивать очень трудно, это очень хрупкая субстанция, и можно так наломать дров, что ничего потом не изменить. Имейте, пожалуйста, это в виду. Если у вас есть какие-то мысли, конечно, всегда под этим видео пишите в комментариях, может, какие-то советы кому-то дадите. Ваши запросы на подобные видео, на следующие темы, пожалуйста, тоже пишите в комментариях. Я напоминаю, мой канал и такие видео это не место высказывания своего мнения с целью кому-то что-то доказать. Таких я сразу блокирую. Моя задача вас объединить и показать, что можно жить по-другому. Спасибо всем за внимание. В инфобоксе моя почта. Если у вас есть вопросы, пишите туда. Моя почта, если вам нужна психологическая консультация, тема письма, консультация. Пожалуйста, распространите это видео, покажите как можно большему количеству людей. Это очень важная информация, полезная, и лишнего она не будет. Спасибо всем за внимание. Всем мир. Пока.